Мы уже давали не раз эти разъяснения, и я посещая медицинские учреждения, посещая красные зоны, специально работникам задаю вопрос, получили ли они надбавки, получили ли они в том виде, которым это предусмотрено указом президента. И начиная с санитарки и кончая за идущее отделение, еще никто не сказал, что заплатили меньше, чем положено по указу. Основной вопрос, наверное, это касается персонала скорой медицинской помощи, либо диагностических служб, которые по долгу службы занимаются либо транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией, либо обследованием функциональной диагностикой, рентгенологической диагностикой. И здесь мы еще раз говорим о том, что если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену. То есть не за те минуты или полчаса или час, пока они занимались оказанием медицинской помощи, оплата идет за всю смену. Если таких смен в течение месяца было более 30%, оплата идет за весь месяц. То есть полная оплата. И мы здесь тоже видим социально справедливо, что те, кто действительно 10 дежурств постоянно занимался оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, то, кто на одном дежурстве осуществил перевозку этого пациента, по-моему, несправедливо о том, что они получат абсолютно одинаковые доплаты. Здесь мы выполняем принцип социальной справедливости и жесткого следования указа президента. То есть все, кто контактировал с этими пациентами, получат доплату. Минимально это смена. Максимально это за полный месяц работы. Кроме того, еще раз мы разъясняем о том, что бывает, что мы везем просто пневмонию, мы не знаем о том, что у пациента есть коронавирус. В конце месяца скорая помощь подает списки тех пациентов, которым они выезжали на вызов, либо осуществили транспортировку. Кроме того, санитарная служба вместе с лечебниками сравнивает это со списками людей, зарегистрированных коронавирусной инфекцией. И если, например, 29-го пациента скорая помощь переводила как условно чистую пневмонию, а анализ подтвердил наличие у пациента коронавирусной инфекции, соответственно, это выявляется и пересчитывается доплата, и в следующем месяце она доплачивается. То есть, соответственно, все случаи оказания медицинской помощи пациентам данного профиля, они будут выявлены и оплачены. Если есть перекосы на местах, мы совместно с отраслевым профсоюзом создали горячую линию в каждом регионе. У нас эта ситуация находится на контроле Минздрава. Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав, это внимательно будет изучено, и будут даны либо разъяснения, либо посвящена доплата. По той же Бобруйской станции скорой помощи из 290 работников, это включая водителей, фишеров, врачей, доплату получили за апрель 118 человек, это те, кто оказывали действительно медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. И там нарушений в доплатах выявлено не было. Если вы что-то такие нарушения есть, естественно, они будут рассмотрены, но в этом плане для этого есть установлены с законом арбитраж и механизм получения доплаты. И вот в этот механизм средства массовой информации не входят. Если законы права медицинских работников нарушены, они будут восстановлены. Продолжение следует...